здравствуйте мои дорогие подписчики и не подписчики здравствуйте тоже я подумал что у нас есть небольшой пробел потому что когда речь идет допустим о минимальном наборе для начинающего парильщика все прекрасно понимают о чем речь раз уж я поднял тему бритья на своем канале этого у нас нет тут у нас упущение предложение такое давайте-ка я проведу вас по магазинам посмотрим что современные магазины могут нам предложить на эту тему и в какую сумму это обойдется будем рассматривать все позиции исходя из старта то есть исходя из того что люди только начинают ничего дорогого брать мы не будем хотя это посмотрим тоже а будем брать то минимальное что в принципе возможно в маран подать не будем что попало брать тоже не станем а возьмем то что действительно функционально и после этого встретимся обратно и посмотрим что из этого получилось и так путь по магазину парнем и ваша не давайте посмотрим что они могут предложить нам на ребят мы сейчас line личная гидиена и здесь серьезе среди всего богатства отрыл вот такое вот чудо где есть натуральное мыло для мужчин для ухода за телом волосами мягкого бритья понимаю что универсальное это не всегда хорошо но давайте проверим может все таки ничего из кремов я думаю ребят мы остановимся на арка man sensitive для чувствительной кожи потом вот этот какой-то непонятный для меня пока подарок судьбы названием за нахарь за 12 рублей по крайней мере проверим что за зверь ну и крутизну не верю которого касается помазков нам сегодня предлагают на выбор 2 ну судя по внешнему виду и тот и тот кабан этот претензии на барсука а этот просто кабан но судя по ценнику кабан точно нет смысла думаю брать за 60 рублей когда есть крутизна за 84 или мы все-таки будем самый недорогой вариант пробовать давайте самый недорогой за 59 продано ну и самое главное самое интересное наше это вот эта красота это то о чем я вам говорил к сожалению в прошлом году на новый год ашан устроил нам фигню полную стал продавать эти лезвия за 53 рубля штука в этом году боги бритья кому-то вразумили надавали по башке и за нас помолились цена изменена какая видите сами берем пачку на попробовать так поехали ребят ну будучи в меге и не зайти в локтиан сами понимаете царство ароматов и всяких вещей здравствуйте это просто невозможно грешен сам пользуюсь этой продукции и у меня ее немало поэтому вот решил зайти до кучи сразу же мужскую ветку и посмотреть что у нас здесь есть но то что я вот вижу это чаша для бритья и туда можно вставлять мыло станочек механический станок ну ты образно это наша тема помазок это самое простое что я смог понять к сожалению своего любимого крема для бритья здесь не увидел но с остальным нам девушка благоразумно вернее великодушно согласилась помочь пару слов если можно скажите что у нас то для мужиков есть ну есть принципе все что нужно для бритья кремы бальзамы после бритья есть различные уходы за лицом комплексные и для защиты увлажняющие в каждой линии есть кроме вот это вот ну то есть крем для бритья авто шейф из каждой линии этих линий несколько и каждая предлагается одно и тоже но с разными ароматами с разными экстратами растений у нас натуральная продукция основных линеек сколько раз два три четыре пять основные скажем так это можжевельник и цедрат здесь содержится лимон кедр здесь можжевельник но насколько я понимаю это не все просто вы сейчас по издержали после праздников и есть еще какие-то линейки нет на данном этапе вот это будет все я помню что то уж он было море и ветер да 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 не уже не будет у нас будет замена груз печа и краска вердон и не тоже заменят ну с праздником вас еще раз и спасибо вам большое за вашу консультацию до свидания не совсем нашел еще арка парочка это же бриз сейчас мы с вами находимся в океи здесь по нашей теме вея арка светлый темный бриз ну и какой-то совершенно непонятный крем для бритья мыльный но тоже смешные деньги ну а здесь рядом чье-то нынешнее мое прошлое цены приятно в кавычках радует сами можете посмотреть как вы сами можете увидеть подходящих нам пиалок вполне в принципе это достаточно ну и по нормальному цене начиная 300 и заканчивая что подешевле 150 140 парфюм лидер говорит что знает что хочет женщина но я думаю для мужиков у них тоже что то есть пошли посмотрим что по большей части все как и везде лосьоны невея ну и наш любимая арка здесь он тоже полном наличии чуточку дороже чем увидели в ашане но тем не менее это наша тема этим я вас не удивлю это вы можете найти везде а вот то что нам может быть интересно во первых это баночка как видите у нас тут уже все приготовлено так это не то ну вот тот же шик к примеру ну 72 рубля не сила то так самая вкусная оставлю на потом самый недорогой помазок ну 122 рубля это или синтетика или кабанчик так трудно сказать надо поближе его взять а вот то что кабанчик точно это что я мог бы рекомендовать так это вот эта вот штучка хороший помазок шик за относительно небольшие деньги 526 рублей но за 500 его можно взять самым ни разу не пользовался но когда искал себе помазки на форуме прочел о нем много хорошего так что можно рекомендовать вот такой он красавица я вернулся с магазинов и давайте посмотрим с каким уловом что нам удалось найти по нашей теме у нас на руках помазок недорогой мы его купили в ваша не до ваша не оттуда же крем на 12 рублей нахарь арка и не время ну не имею не верим и пропагандировать смысла нет еще одно ребят то что я давно хотел взять вам хотел бы сказать спасибо за то что вы предоставили мне такую возможность испытать этот станок на себе еще когда сам начинал очень много хорошего слышал об этом станке но начал с шика это тоже из этой же серии один из хороших я вам его видео показывал только слышал а видеть не видел и пробовать не пробовал вот сейчас впервые я на него нарвался обошелся жуть как дорогие деньги 160 рублей итак есть предложение приступить кстати в пальце ушел не один он шел вместе с пачкой 5 штук своих одноименных лезвий так что будем считать что это в принципе то неплохой бонус помазок давайте уже по порядку как я привык бриться начали подберем температуру воды пока у нас идет салфетка на компресс и греется пиалочка стаканчик подрезал жену она обычно набирает в него воду и заполняет утюг во время глажки посмотрим на что способен наш великий помазок услышал много что там новые помазки начали отдать кипятком там бла 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 ребят возможно это и так но я таким никогда не пользовался если у вас скажем так повышенное чувство брезгливости или санитарной чистоты ну я не против конечно же сделайте со станком та же самая песня промывать кипятить ну да наверное можно но я особо вас не в этом не вижу ну разве что с мыльцем так пробежать чтобы хотя бы стряхнуть ту пыль которая была в пачке я не думаю что вместе с станком можно какую-то инфекцию подхватить так открываем испытуемое лезвие то что пришло вместе со станком в пачке ну каких-то особых потрясений от этого лезвия я не жду потому что бруюсь им уже не первый год для меня сейчас в принципе это будет что-то новое только в том что станок станок я ни разу и не брился его классифицируют как станок между средней степенью жесткости агрессивности и нижней ну посмотрим так ли это на самом деле так наш помазок уже достаточно раскис определенного рода трудности вижу в испытании крема потому что у нас их три даже четыре прошу прощения я вам забыл сказать я же все таки это лошадь то взял сила лошади сила волос формен а нет это не лошадь это формен это просто так транскриптировал обещают что моют все волосы которые есть на мужике ну и плюс еще мягкое бритье волосы я проверил но бритье сейчас проверим вместе с вами давайте наверное с него и начнем так гелеобразный очень сильно похож на то что обычно выдавливают с тюбиков с металлических с этих не невея а вот эти вот которые раньше гелем то продавались забыл фирму как она называется настолько это для меня уже давно было давайте что попробуем что нам даст этот гель ну первое что сразу же могу заметить с новым помазком барсук ой барсук прошу прощения кабан по качеству вроде бы сам по себе неплох но вот размеры явно не мои мне его нечем держать то есть маленькая маленькая доведись второй раз брать я бы его брать конечно же не стал и вам рекомендую выбирайте по размеру понятно что с пачки не вытащите ну хотя бы так приблизительно можете прикинуть представить ну пена густая однородная есть скрапление больших пузырей ну думаю что это не критично давайте пожалуй с него и начнем пензängen Micro-cofin приемлемая пакет Пришивом я сегодня не пользовался, но не то, не то, так, а где этот гилюка, давайте еще его добавим, что-то как-то жидковато получается, не должно быть так. Я добавил еще геля, если консистенция пены кардинально не изменится, в принципе, стоит о нем просто забыть. Как банное мыло, как шампунь, как гель для душа, да, но не как пена для бритья. Не, ребят, по пятибалльной шкале, ну на троечку, наверное, где-то. Ну, давайте не будем забывать о предназначении пены. Она должна помогать скользить станку по лицу. Блин, на удивление с этим исправляется. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, я выливаю эту пену, с позволениями сказать. Давайте лучше замешаем что-нибудь другое. Вы сами видели, я отрастил, в принципе, там немало. Для того, чтобы сразу же проверить, на что способен этот станок. Потому что на большой щетине не все станки справляются со своей задачей. Очень часто получается такое, что он быстро забивается и перестает работать. И даже если вы начинаете его часто промывать, по сути-то это положение не спасает. Вот именно это я сейчас и хотел проверить. Отрастить щетину и посмотреть, на что способен этот станок при большой щетине. Щетине 4 дня. Это не так уж и много, но в принципе и немало. Давайте по старшинству, наверное, с обратной стороны. Давайте возьмем знахаря и посмотрим, на что он способен. Выдавливаю сантиметр. Посмотрим, что он нам даст. Первое, что отмечается, вкусный хороший запах. Запах невероятно приятный. Чем-то он таким свежим отдает. Пена совершенно другая, чем у фурмена. Она более плотная. Больше похожа на пенку кофе с молоком. И это уже больше походит на пену для бритья. В принципе-то да. Скорее всего, таковым оно и является. Видите? Уже совершенно другая картина. Мне еще батя говорил, универсальное это всегда хуже, чем специальное. Оно нашло еще одно подтвердение. Вот видите, универсальное, он как бы не проканал. А этот работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Необычная цена Надо посмотреть еще что там за ингредиенты Потому что ну уж больно дешево Больно дешево Я не привык Что в жизни халява тебе так и прет И что-то как-то дешево Дешево Самое простое что можно сделать это наверное все-таки загуглить полистать И посмотреть отзывы о нем Я далек от мысли что если что-то с этим кремом не так то Ашан бы перестал его продавать Все-таки Ашан это не забывайте корпорация Переходим к турецкому арку Точно так же выдавливаем сантиметр Из-за того что там что-то не так с продукцией навряд ли они пойдут на попятную Поэтому лучше всего загуглить Так Водички мало Давайте добавим Вот так нормально Банный аромат Причем не нашей бане Не могу сказать турецкой В турецкой не был Но проблеск хозяйственного мыла идет яственно Меня от него не коробит Мне больше дегтярное нравится Но и любителя меня тоже не назвать Скажем так Крем из которого идет хозяйственное мыло я навряд ли бы стал употреблять Взял его только из-за того что он недорог и сенситив То есть для чувствительной кожи Ну что ж пена Пена пока шикарная Давайте смочим И попробуем еще раз пройтись уже на второй Ну Чуть-чуть 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 жидковато Но я не думаю что это косяк этой пены Скорее всего я просто воды перелю Я думаю если его позбивать еще секунд 20-30 То эта жидковатость бы ушла Но опять же есть и преимущество В такой консистенции он не так ложится на кожу А то дольше не будет высыхать Ребят хочу на ту сторону положить не вею Пока еще не совсем побрился Сразу же испытать ее Повторю для крема это конечно же мало Тут больше полагаться можно на чуть-чуть Вот мое чутье подкаживает что вот этих все три годно Более скажем так объективную информативную отдачу от ваших испытаний Можно получить только после второго третьего раза И то не всегда Мне не вея всегда нравилась Выдавливаем тот же самый сантиметр Каждый раз когда я ее покупал Всегда когда я ее покупал Я радовался потому что запах Невея не импонирует Он нравится И каждый раз когда я уходил от Невея Причина была только одна Что хотелось чего-то другого Но и не из-за того что Невея какая-то не такая С Невеей все в порядке Просто хотелось разнообразие Ну и конечно же запах Запах это Я не знаю как они его подбирали Но мне этот запах нравится чрезвычайно Понятно что он парфюмерный но не навязчивый Понятно что он какой-то хороший Но он не забивает Не забивает Не забивает своей химичностью И после того как вы побреетесь Побровитесь Побреетесь Не знаю как правильно Он оставляет легкий-легкий аромат И никогда он не будет никого тревожить Чересчур резким запахом Ребята я пока ничего не буду говорить о станке Я закончу Пока Переварю свои впечатления Потому что я брею с ним впервые И потом уже В заключительном слое Которое будет после этого испытания Выскажу свои впечатления И за один Анонсирую что будет В следующих видео Этого смогут узнать все Кто досмотрит этот ролик до конца Ну и поделюсь своими впечатлениями От сегодняшнего Сегодняшнего От сегодняшнего От сегодняшнего дня Давай Ну и последний заход. Пришеф я сегодня не стал использовать, я хотел сымитировать полностью те условия, в которые попадете вы, если допустим доверитесь моим словам и возьмете такой набор. Я просто прежде чем вас туда посылать, хотел сам почувствовать, что это будет такое. Пока могу лишь сказать, что это конечно же отличается от того бритья, которое у меня на сегодняшний день. Я имею ввиду с моим станком, с Пришеевым, с моими помазками, ну и со всеми остальными пирогами. Ну, пожалуй, что и все. Тут уже не до чего докопаться. Разве что любимая, если захочет, найдет. Но любимая всегда найдет, если захочет. Пожалуй, все. Пожалуй, все. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Так. Завершающий компресс. Я думаю, вы уже, наверное, успели заметить на то, что, вернее, обратить внимание, как я не старался, но все-таки пару раз порезался. Я об этом скажу, почему я порезался. Скажу позже. Сейчас я вам просто продемонстрирую работу камня. Если у вас точечный порез, просто возьмите, намочите его, естественно, и кожа у вас должна быть влажная, и поставьте его на то место, где вы порезались. То есть, 10-15, сильный порез 20 секунд, и все, и можно убирать. А в целях профилактики, если, допустим, по каким-то причинам получилось так, что вы весь измахратились, у вас должна быть влажная кожа. Просто один раз пройдите. Все. Сейчас вы можете спокойно камень высушить, промокнуть его полотенцем и поставить сохнуть. А кожа, ну, я ей дам еще 5 секунд. Сейчас там еще что-то впитается. А после этого, просто тем же самым полотенцем можете промокнуть. И все эти окислы, которые были у вас на коже, которые, вот этот камень, он растворяясь, оставляет пленку, пленка обеззараживает рану и заставляет кровь сворачиваться. Собственно, это вот все его свойства, больше ничего. После этого, по большому счету, автошейф не нужен. Но все равно я его использую, потому что он все-таки брился. Не то чтобы рефлексы, я люблю запах этого автошейфа. Но это лучше, чем кислая кожа. Ну, за мокрое пузо извиняйте. Когда я снимаю, я обычно, вернее, не снимаю, я обычно ниже наклоняюсь. И так не урюхиваюсь. Как-то так. Получается, что испытание-то все это прошло. А с каким успехом, давайте вернемся в покойное место и поговорим об этом. Я вас попрошу, ну, 5 минут, не больше. До встречи. Итак, что же у нас получилось по факту. По факту мы получили довольно качественное, хорошее бритье. Вот эту штуку можно оставить как гель или для мытья головы. Но ни в коем случае не использовать для бритья. Для бритья она вообще никак не подходит. Крема. Крема зачетная. В принципе, с любым из этих трех можно бриться. Какой-то лучше, какой-то хуже. Но все они годные для нашего дела. Это мы тоже, скажем так, одобримся. Одобримся. Что касается помазка. Я самое вкусное напоследок оставляю. Что касается помазка. Ну, сами понимаете, что когда привыкаешь к одному, переходить на что-то попроще тяжело. Поэтому помазок со своей задачей, несомненно, справляется. Да, маленький. Да, не совсем удобный. Но он рабочий. Если он продержится у вас хотя бы месяц-два-три, то ему тоже можно поставить отметку хорошо. По крайней мере, за 50 рублей он свое отработал. Годно. Рапира. Про рапиру вам говорить ничего не буду. Потому что это мои любимые лезвия. И свой выбор я сделал уже давно. Вот этого добра, скажем так, я взял на ближайшие несколько лет. Кто любит математику, посчитайте сами. Здесь 20 пачек. В каждой пачке 5 лезвий. На бритье мне хватает, ну, в смысле, одного лезвия. Если так уже тянуть, то на 4-5. Но, естественно, я этого не делаю. Как правило, 2-3 раза. Ну, 3-4, иногда стабильно 3. А я лезвия выкидываю. На сколько лет мне этого хватит? Я думаю, надолго. Почему так много? Все со временем меняется. Не только экономическая обстановка, но и качество производимой продукции. Поэтому, пока оно вот в таком состоянии, как есть, оно меня устраивает. Поэтому я решил взять, ну, да, господи, еще там 11 рублей пачка. Нормально. Станок. Станок замечательный. За свои деньги, за 160-150 рублей. Но это не станок, это просто подарок судьбы. Потому что, так как он меня вчера побрил, вернее, я им побрился. Супер. Супер. Я не... Скажем так, получилось очень качественное и очень хорошее бритье. Да, он агрессивен выше среднего. Вернее, наверное, где-то от середины до высшего. Ну, где-то на 3 четверти. Это не мой тип бритья. Это тип бритья людей, которые любят, скажем так, бриться опаской или станками с косым резом, или станками с высокой агрессивностью. Им это вставляет, им это доставляет удовольствие. Им это нравится. Я не из их числа. Мне нравится мягкий рез, не жесткий, не такой, как вчера. Вы наверняка микрофон слышали, как там аж хорошего. Почему я говорю вчера, не успел я вчера записать, а дописываю сегодня обзор. Поэтому станок могу рекомендовать для начала, но очень-очень-очень осторожно. Или, если вы хотите чуть больше вольности, возьмите тогда, конечно же, шик. Шик в этом плане у него рез помягче, и он вам чуть-чуть где-то будет ошибки прощать. С этим нужно работать, сразу учиться. То есть, определенный угол и повели. То есть, ну, можно, но сложнее, чем шиком. А станок хороший. Все это тоже прошло проверку. По сути, все вот эти вот вещи, которые мы набрали, там, на 200, на 300, 400 рублей, да, да, могут дать человеку, раньше не брившемуся, какое-то общее представление о брите Т-образным станком. И уже для начала, в принципе-то, для старта, вполне годный вариант. Со станком, как я уже говорил, поиграйтесь. Или берете этот рапиру, или берете шик металлопластмассовый. Внутри металл, снаружи пластмасса. Большинство, наверное, процентов 50-60, на этом, пожалуй, могли бы уже и остановиться. И максимум, что там можно себе позволить, это вот как видео, там, пойти, шиковки, допустим, помазок за 500 рублей взять. Но большинство на этом бы стали. Вполне достаточный такой, самодостаточный набор для бритья. Откуда же тогда появляются вот все вот эти вот хохоряшки, вот это вот все добрище. Ребят, наверное, чувство неудовлетворенности и любопытства. Всегда интересно. Вот ты поставил себе горизонт, дошел до этого горизонта, а там открывается новый горизонт. И тут же вопрос, а что там за этим? Вот так вот и идешь, и идешь, и идешь за горизонтом, до каждого горизонта. Какой горизонт станет для тебя достаточным, и ты уже дальше не пойдешь, решаешь только ты сам. В бритье я нашел свой горизонт, меня это вполне устраивает. И, в принципе, дальше я, наверное, не пойду. Потому что я этих горизонтов поперебрал уже, наверное, чтоб 5, 7, 10. И я свою базу данных набрал. Как будет у вас, ну, конечно же, решите вы сами. А что касается людей, которые любят ходить за горизонт, людей неугомонных, они, как правило, встречаются везде. Я знаю некоторых мужиков, и я принадлежу к их числу, которым недостаточно простого кухонного ножа, которым пришел на кухню, помахал. Прошу любителей жаловать. Ножи Каи. Шан Классик. Им уже более 12 лет. И если вам вдруг интересно, чего, какого они тут болтаются, поставьте лайк, напишите ножи, и в следующий раз я вам расскажу про них больше, и покажу, как их можно быстро и хорошо заточить. Кроме этого, есть еще мужчины, и я тоже принадлежу к их числу, которые не чараются стоять на кухне, которым нравится готовить. Не секрет, что большинство хороших поваров – это мужчины. Не назвал бы себя каким-то там супер-пупер поваром, но вкусные вещи готовить люблю, умею, и мне это нравится. Вот, например, взять сало или капусту какую-нибудь такую, чтобы сладко-кислую засолить, так, чтобы у вас банка за один день трехлитровая улетела. Или солянку, или тефтель, или манты. Помидоры засолить грузди, красную рыбу – все это я люблю. Если вам интересно, пишите сало. Я смогу вам рассказать, как выбрать хорошее сало. Не быстро, но дня за 3-4-5 его хорошо засолить, и вас тоже за уши не оттянешь. Ну, на этом, наверное, разрешите откланяться. Густово вам вкусного пара. И пускай в вашей жизни все будет хорошо. Так же, как у этих ребят, которые ходят, в ус не дуют, и им все пофигу. С вами был я, Вадим Иванов. Всего хорошего, до встречи. Дай вам Бог здоровья. Ну, чего, брат? Все? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты сало не ешь. Тебе сало нельзя. Или ты еще не знаешь об этом? Иди выключай фотоаппарат. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok